У меня были пациенты с судимостями, отсидевшие, сироты, у кого родственники погибли, суициденты. Знаете, что я теперь не могу им оказать помощь? Но другое дело, что когда я буду реконструировать их ситуацию и понимать, как их психический процесс, их психическая жизнь, как она конфигурировалась, почему именно эти стимулы он воспринимает таким образом? Почему какие-то установки на него оказывают такое влияние, а другие, вроде бы значительно более рациональные и продуктивные, не работают? Все это могу реконструировать, могу профессионально оказать помощь. Потому что, когда вы понимаете фундаментальный механизм, когда вы смотрите на это с точки зрения нейронаук, не просто из общего представления, что человек вот он такой, не бывает таких людей. Бывают такие психические процессы. Эти психические процессы бывают заходят в тупик по определенным причинам. И эти причины счетны, понятны, они, так сказать, в экспериментах изучены.